Ну, я, пожалуй, начну. Прежде всего, хотелось бы заранее извиниться за возможную некоторую академичность того материала, который я могу вам представить. Дело в том, что предыдущий мой опыт в основном ограничивался лекцией перед коллегами, поэтому, может быть, определенный стиль речи или, может быть, подача информации будет где-то непонятен. Поэтому любые вопросы, которые у вас накапливаются, вы их записываете, и мы все, да, я еще расскажу, постараемся разобрать. Вот. Ну, собственно, еще бы хотела заметить, что вот сам факт того, что я здесь сейчас нахожусь, и то, что я выступаю именно с этой тематикой, наверное, отчасти это тоже является определенным этапом стадии моей собственной личной терапии. Вот. Потому что, помогая, пытаясь помочь окружающим, я как бы хочу помочь и себе тоже, и, на самом деле, вашим своим, то, что вы здесь все присутствуете, вы очень помогаете мне. Спасибо. Вот. Так. Начнем с того, что, да, мы сейчас все находимся в некотором таком стрессовой, в некоторой такой атмосфере, в некоторой такой эмоционально напряженной обстановке. И сейчас уже вроде бы поменьше уже накал страсти, он периодически спадает, периодически опять поднимается, но вот этого острого шока, который, да, мы все наблюдали месяц назад, к счастью, вот, ну, обычно в среднем уже не ощущается. Однако то, что произошло с нами со всеми месяц назад, ничем иным, как травмой, назвать невозможно. Так что же такое травма именно в психологическом понимании, да? Собственно, это результат шокирующих событий, причем это такие шокирующие события, которые, они переворачивают с ног на голову вообще все жизненные представления человека. В этот момент, да, человек испытывает бессилие, определенную беспомощность, и это чувство, оно для нас, для людей, для существ, которые привыкли считать себя властелинами этого мира и этой планеты, оно очень тяготящее, на самом деле. Вот, соответственно, в момент травмы жертва, ну, или вообще свидетель травмы, любой человек, который с ней столкнулся, да, он оказывается перед лицом вот этой вот, оказывается беспомощным, неспособным что-либо сделать, да, перед лицом вот этой вот сокрушающей такой силы, сокрушающего шока. Вот, да, также находится человек вне вот этих вот предсказуемых обстоятельств, то есть вокруг него непонятно, что происходит, он не может прогнозировать то, собственно, чем обычно всегда занимаемся, мы строим планы. Вот, и здесь вот эту способность у нас отнимают. И это тоже вселяет в нас чувство беспомощности определенной. Ну, собственно, травма, она острое, да, такое состояние, но, тем не менее, если мы даем ей возможность зацепить нас, если мы о ней молчим, если мы стараемся ее подавить, если мы пытаемся ее забыть или не обращать на нее внимания, она может стать хронической, то есть она навсегда остается с нами, и причем она начинает нас, как бы, терзать. Вот, но от того, на самом деле, очень многое зависит от того, с каким багажом человек заходит в этот стресс, с каким багажом человек заходит в эту травму, и, соответственно, вот к положительным факторам так называемой стрессоустойчивости относится позитивная самооценка. Кто тут у нас обладает устойчивой, позитивной самооценкой? Любознательность. Это не зависит от того, чтобы независимость и ответственности своей жизни. Это такие основные базовые критерии, которые помогают человеку с травмами, так сказать, с самыми меньшими потерями. Однако, есть факты, которые, наоборот, эту стрессу, с ума с отнимая. И, соответственно, что это? Это гиперконтроль, это психологическая незрелость, зависимая позиция, склон подавлять свои эмоции, позиция жертвы, склонность застревать на негативных эмоциях, да, это болезнь, физическое именно страдание какое-то, да, и, соответственно, это недостаток сна и питание. Вот эти два последних фактора, они перекликаются друг с другом. К относительно таким вот моментам относится, да, вот этот вот травматический опыт прежний, потому что травматический опыт, как я скажу об этом далее, он как бы на самом деле может быть и позитивным тоже, то есть это не совсем однозначный такой пункт. Однако если мы имеем негативный травматический опыт или если раньше мы переживали неоднократно, сталкивались с различными травмами, да, чаще всего это усугубляет картину. Токсикмонии, да, это алкоголь, наркотики, прокурение, это нет, к этому не относится. Одиночество или наоборот. Наличие ждивенцев – это такое, да, очень формальное слово, но это что, это либо родственники, взрослые, пожилые, о которых мы вынуждены как бы, ну, заботиться, потому что, ну, никто больше это не сможет сделать, да, либо это дети. Причем дети любых возрастов, как как бы маленькие дети, естественно, которые совершенно за себя не отвечают, так и все равно, и взрослые, неважно на самом деле. Хронический стресс. Сталкиваясь вот с этими травматическими событиями, фактически, да, человек, он испытывает некое состояние фрустрации, как это вот везде сейчас модно говорить. Что же такое, да, состояние вот этой фрустрации? Все говорят, я фрустрирован там. Что же это такое, что человек чувствует вот в данный момент на самом деле, да? Чаще всего это такой сложный очень комплекс из различных эмоций, из различных чувств. И сюда, может быть, приплетаться обида, растерянность, страх и даже некое состояние радости на самом деле. То есть это гигантский комплекс чувств и самая сложность в том, что они происходят с человеком в один и тот же момент. И это выбивает из клея. Так же, помимо фрустрации, если разбирать конкретно, да, вот здесь я сейчас хотела бы остановиться на том, что я говорю именно о тех людях, которые находятся в эпицентре определенных травматических событий. Вот чаще всего вот эти люди, которые непосредственно сталкиваются с травмой, они, да, испытывают состояние безысходности, состояние беспомощности, страха, обиду, разочарование, боль. А вот то, что представлено ниже, это фактически такая квинтэссенция вот этих всех чувств. То есть они достигают такой наивысшей точки кипения. И справиться с ними очень часто бывает просто невыносимо. Их вместить в себе, вот этот накал эмоций и страстей, бывает очень сложно. И на самом деле естественная реакция человека в такой ситуации, когда он эти все эмоции пытается выплеснуть. Ну, невозможно все это внутри себя хранить и не разрушиться на самом деле, потому что вот этот комок негативных эмоций, он не может не привести к каким-либо соматическим страданиям. Если мы будем долго испытывать вот эти все чувства и культивировать их в себе, у нас начнет болеть наше тело, наш организм. Поэтому люди очень часто, сталкиваясь вот с этими переживаниями, они стараются их, о них кричать, ну, можно так сказать. И вот то, что сейчас мы все видим в интернете, когда вокруг нас очень много кадров вот этих ужасных разрушений, смертей, да, вот это все фактически является вот этим выплеском эмоций, да, когда мы сталкиваемся с негативными комментариями, например, в соцсетях, когда мы сталкиваемся с любой вот этой концентрированной такой негативной информацией, фактически, фактически, да, это попытка человека помочь самому себе пережить то, что с ним происходит. И вот здесь я бы хотела как бы показать вам, да, что это не про то, что человек лично имеет какую-то негативную эмоцию, вот конкретно к вам, вот как к персоне, как к личности, да, это скорее про него, про то, что он не может справиться, ему тяжело вот это все хоронить, он пытается показать все это, чтобы не саморазрушиться. Надо понимать, да, что это все не про вас конкретно, это все не относится лично к вам зачастую. Может быть, я бы хотела остановиться немножечко поподробней вот на чувстве обиды, потому что вот чувство обиды, оно играет такую вот роль, на самом деле довольно важную. Что такое обида, да? Это когда человек чувствует ущерб своей личности, когда человек чувствует ущерб своему эго, когда он чувствует, что его необоснованно унижают. И иногда в моменте бывает очень сложно понять на самом деле, что там, например, я обижен, что вот эта информация, это меня задело, что я испытываю обиду, потому что чаще всего это бывает острая реакция, и она как раз проявляется вот либо как гнев, либо как ярость, например. Почему это важно, да? Потому что гнев или ярость, они в какой-то степени могут быть направлены в конструктивное русло и могут быть направлены в деструктивное русло. То есть в конструктивное – это когда мы пытаемся отставить свою точку зрения, когда мы пытаемся доказать, что это не наша вина, что нас обидели необоснованно. Но деструктивная точка – это насилие. То есть когда мы крайне сильно обижены, когда вот этот накал эмоций внутри нас, мы человек, не мы, да, человек. Человек может быть склонен к насилию. Вот. Поэтому я считаю, что об этом важно помнить, что вот эта склонность особенно к вспыльчивости, к таким вот вспышкам ярости, да, к гневу – это очень часто связано не с тем, что человек там испорченный изнутри или что вот он злой, там, страшный монстр. Это очень часто говорит о том, что он на самом деле испытывает обиду, что он внутри страдает из-за этого в какой-то степени. Собственно, вот, да, к чему я хотела бы подвести. То, что вот та эмоциональная нагрузка, которая сейчас витает вокруг нас, и та эмоциональная нагрузка, которую транслируют люди, оказавшиеся в травме, оказавшиеся в эпицентре травмы, это не про вас. Ну, зачастую это не про вас. Это не направлено лично к вам. Это не прямая угроза вам, да, но это призыв, определенный к помощи, к сопереживанию, потому что когда, да, как мы все хотим, когда мы обижены, когда мы расстроены, когда мы напуганы, чего мы все хотим обычно, да, чтобы подойти к близкому человеку, который просто послушает нас, который обнимет нас, да, который не будет нас осуждать, не будет нас критиковать, который не будет нам говорить, а вот я тебя предупреждал, или вот если бы ты сделал вот так, или что-нибудь вот такое, да. Молчаливое принятие обычно мы требуем от слушателя, да, и поэтому вот эта вот вся негативная информация, которая нас сейчас окружает, это чаще всего просьба к помощи определенной, просьба к состраданию в определенной степени. Это не, да, повторюсь, что это не угроза как бы прямая, да, это попытка справиться с той болью, которая сидит внутри у человека, это попытка справиться с теми негативными эмоциями, которые в данный момент человек не может преобразовать, потому что, находясь в травме, находясь вот в этом остром периоде травмы, у человека фактически сужается поле зрения, оно становится такое вот как в трубу, и человек не видит, он видит только черно-белое, либо как бы как он правильно, либо неправильно, поэтому вот эти все дебаты, споры о том, что там есть другое мнение, на это можно посмотреть по другим углам, вот для человека в травме нет других углов, вот у него есть только вот его определенный угол, и он не способен просто физически воспринимать какую-то контринформацию, и фактически любая попытка дебатов, она может привести как раз к гневу, она может привести вот к ярости, к усугублению вот этих негативных эмоций, которых и так много очень внутри. Собственно, наше человеческое умение сопереживать очень-очень важно. Вот эту фразу я услышала в лекции одного американского психолога, и я полностью разделяю ее. Именно я считаю, что именно вот сопереживание, присутствие, принятие, оно может оказать более целительный, такой более долгосрочный эффект, чем любые там рассуждения, чем любые попытки что-то доказать, попытки что-то оспорить. То есть мы в своей общности как… Мы не беспомощны. Мы как личность бываем уязвимы, но на самом деле полностью беспомощны мы не бываем никогда. В момент вот этого накала эмоций иногда бывает, кажется, да, что мир рухнул, что нету никакого больше выхода. Опять же, это говорит о том, что, да, сузился кругозор. Взгляд на эту жизнь, на этот мир, он стал такой очень узкий. Ну, если как бы немножечко попробовать приподняться над этим и оценить все немножко со стороны, да, опять же, человеку в травме это очень тяжело сделать, а все равно оказывается, что мы не беспомощны. И, соответственно, да, все вот о чем я говорила, как бы вот суммируя немножечко, да, как мы можем помочь вот человеку, который находится именно вот в такой острой психотравмирующей ситуации, да, это мы можем принять его. Ну, то есть как? Это не осудить, не оценить его. Мы можем сопереживать ему. То есть как это? Я понимаю, что тебе очень больно, и я вижу, что тебе очень больно, и я сочувствую тебе, мне неприятно видеть, что ты страдаешь. Поддержка, да? Если тебе будет нужна помощь, если ты захочешь выговориться, если ты захочешь чем-то поделиться, ты всегда можешь обратиться ко мне. И я не осужу тебя это к теме принятия, да? И опять же, вот как говорил, и как делает ставку вот этот американский психолог, Вандер Колк, он сконцентрирован на том, что травма очень часто переживается именно еще и телесно. То есть мы чувствуем наш страх, мы чувствуем нашу беспомощность, мы физически чувствуем эти эмоции внутри нас. И чтобы помочь и не только нашим эмоциям их прожить, но еще и телу, освободиться от этого, да, самые простые вещи, которые помогают в этот момент, это объятия, это прикосновения, это какие-то совместные повседневные дела. Однако, как бы по поводу объятий, это не касается жертв сексуального насилия. Вот именно совместные дела, заниматься чем-то вместе, вот это подходит и к ним тоже. И опять же, группы взаимоподдержки. То есть если у вас есть знакомые, которые, например, разобщены друг от друга, но они переживают вот эти события, может быть, там стоит познакомить, например, их друг с другом, чтобы они могли поддерживать друг друга. Но это не всегда бывает эффективно, когда нету человека со стороны, потому что все-таки лучше вот такие вещи производить, спасибо большое, в группах взаимоподдержки. Почему? Потому что часто, да, опять же, просужение нашего зрения, поля зрения, люди начинают делиться негативом, они начинают транслировать негатив. А вот это, это не вполне полезно в данной ситуации, да, потому что, возвращаясь к положительным факторам стрессоустойчивости, да, это определенное позитивное мышление, любознательность, да, то есть это попробовать, попытка взглянуть в будущее, попытка все-таки стараться прогнозировать, строить планы на будущее, что будущее есть, вот, а когда мы начинаем зацикливаться только на негативных факторах, которые окружают, и которых всегда много вокруг нас, мы не помогаем себе, вот, поэтому обычно все-таки именно группы взаимоподдержки важны. Почему? Потому что там есть человек, который направляет беседу, который не дает беседе скатиться вот в такое болото самообвинений, вот. Я условно разделила свой материал на три части. Вот первая часть была, это вот непосредственно про жертв конфликта. Сейчас я бы как бы хотела перейти к такой условной второй части, да, это ко всем нам, собственно, к свидетелям того, что происходит. Да, мы все с вами находимся в относительной безопасности. Вокруг нас жизнь как-то кардинальным образом, она не поменялась. Мы, у нас есть работа, да, мы занимаем, у нас есть квартиры, мы занимаемся своими делами, у нас более или менее все благополучно. Вроде бы, как будто бы, да, ничего не произошло, но на самом деле внутри-то мы чувствуем, что изменения происходят, и причем мы ощущаем их очень ярко. это совершенно не сопоставимо с тем, что мы видим и ощущаем вокруг нас, и с тем, что мы чувствуем. У нас происходит такой разрыв, диссонанс внутри нас. Как же так? Да? Вот эта цитата, становясь свидетелем страданий, да, мы страдаем сами, я подчеркнула ее у одной журналистки. И я считаю, что она тоже очень так четко отражает то, что происходит среди нас. Но вот чувства свидетелей, они несколько отличаются от чувств людей, которые находятся в травме. Почему, да? Да, мы боимся, но боимся чего, да? Что это может с нами случиться в будущем. То есть у нас нет вот сейчас семиминутного страха вот этого животного, что сейчас что-то происходит, но мы как бы боимся за наше будущее, что это вот тревога ожидания, такая вот очень напряженное, неприятное чувство. Страх, что подобное может случиться со мной, да, или с моими близкими. Но при этом мы можем чувствовать радость и облегчение, что это происходит не с нами. И это нормальная реакция организма. Мы можем также чувствовать беспомощность, да, потому что мы никак не можем помочь. Мы видим, что происходит что-то, что никак не соотносится с нашими внутренними убеждениями, и мы не можем изменить вот это вот так, вот по щелчку пальцев. И это опять же рождает в нас вот это чувство беспомощности, да. Ну и обычный набор гнев-обида, разочарование и облегчение. И все то, что мы испытываем сейчас, да, например, страх, да, беспомощность, гнев, обиду, это такие одобряемые чувства, то есть мы можем испытывать их, да, нас за них не осудят, но, например, за радость, которую мы можем испытывать в этот момент, мы можем получить осуждение от своего внутреннего такого человека, что как так, как ты можешь радоваться, что ты в безопасности, если вокруг страдают другие люди, как ты можешь находить вообще плюсы в своей жизни, если вот что творится в мире, как ты можешь спокойно жить, если вот это все происходит. и это благодатная почва для развития вины. Я бы хотела провести некоторые различия между чувством вины и чувством стыда, потому что вина – это чаще всего то, что мы испытываем по отношению к самим себе, то есть мы себя виним за что-то, что вот не вписывается, мы совершаем какой-то поступок, который не вписывается в нашу картину мира, да, а вот стыд – это когда мы чувствуем, что нас могут осудить за что-то, то есть, да, если нас могут осудить за то, что я там не сделал что-то, я могу получить за это осуждение, я этого боюсь. А что за этим осуждением следует? Чаще всего, да, это страх быть отверженным, то есть, что от нас откажутся, что от нас отвернутся, что с нами не будут взаимодействовать, что с нами не будут общаться, что, да, о нас подумают как о каких-то плохих людях. То есть вот это, да, наказание за вину и стыд – это наш подсознательный страх быть отверженным фактически. Когда мы чувствуем вот эти… Когда мы чувствуем, да, когда мы испытываем эти эмоции, это не всегда сознательно. Это очень часто может быть бессознательно. И что из этого следует? Да, вот здесь включаются защиты наши. То есть, например, люди, которые не любят испытывать вину, которых постоянно, например, там, понукали в детстве, что вот, ты неправильно делаешь, ты там плохо поступаешь, да. Они в будущем… Тут две полярности. Они могут агрессивно на это реагировать. Они могут очень агрессивно отстаивать свое «я». И что здесь как бы рождается, да? То, что отрицание, например, как одна из психологических защит. То есть мы отрицаем, что вообще что-то происходит вокруг нас. «Если я этого не вижу», значит, это не есть. Например. Или морализация, например. «Если с ними такое происходит, значит, так надо, они это заслужили». Вот. Или рационализация, что если вот это творится, значит, это зачем-то нужно. Значит, вот так должно быть. Мы пытаемся так защитить свое внутреннее эго. Мы пытаемся так быть меньше уязвленными. От этого зависит, от состояния нашего внутреннего эго, от нашей самооценки. Очень многое зависит. Если наша самооценка на нуле, это очень витальный, на самом деле, страх. То есть если самооценка очень низкая, это может привести к разрушению человека. То есть зачем мне существовать, если я настолько ничтожный, как я могу вообще жить в этом мире, да? Зачем я здесь нужен? Зачем я дышу этим воздухом? Зачем я топчу эту землю, да? И, соответственно, это может привести к суицидальным вещам. Вот. Поэтому обычно человек, для того, чтобы сохранить свою жизнь, он пытается защититься. Он пытается свою самооценку отстоять. Вот. И возвращаясь, да, к первому факту, что на самом-то деле, это же мы сейчас понимаем, что это не урон нам. Это не попытка ударить нас по самооценке на самом деле, да? Это про то, что тот человек чувствует боль. Это не то, что нас хотят как-то обидеть там, уязвить, наказать или что-то в этом духе. Но некоторые люди начинают вот так вот защищаться. Защищаться интуитивно. Поэтому вот эта вот защита, да, она еще может стать агрессивной довольно. То есть это может привести к ярким спорам, когда люди отстаивают свою точку зрения, очень грубо это делают там. Они могут в драку вступить, например, да? И опять же, о чем это говорит? О том, что человек очень уязвим в данный момент. Вот человек, который совершает какой-то агрессивный поступок, он на самом деле очень несчастный человек, вот если так разобраться. Потому что он чувствует, что как будто бы это про него, как будто бы его хотят обидеть. То есть насколько у него на самом деле уязвленное самолюбие, насколько на самом деле его легко уязвить, насколько легко можно его самооценку задеть и как бы вот жаргонное слово «опустить» эту самооценку, да? То есть насколько он несчастный, этот агрессор, что вот для того, чтобы как-то самоутвердиться в этом мире, он вынужден прибегать к агрессии, он вынужден прибегать к насилию. То есть он никак не может справиться с этими тоже чувствами внутри него. И он вынужден совершать поступки, за которые он сам себя опять же бессознательно будет потом упрекать, и это чувство вины будет нарастать. И это такой замкнутый круг получается. В общем, сложные чувства, да, испытывает. И человек, который пытается выйти из травмы, и человек, который пытается свидетельствовать эту травму. И опять же возвращаясь немножечко к началу, если вспомнить, что я говорила о гиперконтроле, например. Вот гиперконтроль – это тоже очень важная такая составляющая того, что мы начинаем брать на себя ответственность за себя и за того парня. Когда мы начинаем делать на самом деле то, что мы не должны делать. Когда мы пытаемся объять необъятное, когда мы пытаемся контролировать все, что нас окружает, лишь бы не пропустить чего-нибудь, лишь бы точно сохранять безопасность. У нас появляется такая вот, на самом деле, это неправильное, это искажение наше мыслительное, когда мы считаем, что если мы будем контролировать все, мы будем в безопасности. И вот здесь мы совершаем одну из самых больших ошибок, потому что мы не боги. Мы не боги. Мы не супермен, не капитан Америка, не человек-паук. Мы не можем контролировать все. Потому что есть огромное количество вещей, которые от нас не зависят. Мы не можем взять на себя ответственность за события, которые происходят вне нашего участия, на которые мы не влияем напрямую. И вот это бывает очень тяжело осознать, потому что это тоже связано с самооценкой. Да, если я допущу, что, грубо говоря, если я позволю себе расслабиться, то все рухнет. Я такой крутой человек, от которого зависит все. И это добавляет мне значимости. Вот вы можете себе представить, что человек, который считает, что он знает, что думают его дети, он знает, что думают его родители, он знает, как им надо жить, он знает, как надо жить соседу дяди Васе, который пытается все везде контролировать и за всем успеть, он преисполняется самозначимости на самом деле. Он так пытается тоже компенсировать свою недостаточную самооценку. Но на самом деле, если мы отпустим это, мы не будем уязвлены. То есть если мы снимем себя вот с этого пьедестала Бога, мы не разрушимся, это не разрушит нас. Наоборот, это даст нам очень большое пространство для свободы. То есть насколько станет легче человеку, если он снимет вот с себя, со своих плеч, вот этот груз обязательств, которые он сам на себя же и возложил. когда мы понимаем, что вот я имею такие же чувства или другие чувства, чем соседний со мной человек, и я имею на это право. И вот соседний человек имеет на это право. И вот я лучше узнаю, что ты думаешь на это мнение, чем буду сам за него решать и сам за него додумывать. То есть я не трачу энергию на это, я сохраняю энергию на что-то другое, на то, чем я могу заняться сам. Например, на свои творческие какие-то потенциалы. Когда я перестаю додумывать за людей, когда я перестаю решать за людей, на самом деле это человека освобождает. Это даёт огромное пространство для действия, нежели чем вот этот вот всемогущий гиперконтроль, который на самом деле не даёт нам видимость, он не даёт нам свободы, он не даёт нам безопасности. Наоборот, ведь любая мелочь, которая в любом случае произойдёт, сто процентов произойдёт, она будет рождать в нас тревогу, что я не уследил, значит, я недостаточно хорош, значит, я недостаточно старался, я недостаточно сделал. То есть это опять запускает вот этот клубок негативных мыслей. И да, о чём я говорила раньше, что негативные мысли, они не наполнены жизненной энергией, они не дают нам жизнь, они не дают нам развиваться, не дают нам шагать вперёд. Они тянут нас на дно. И это не очень жизнеспособно, да? Вот. И нормально не контролировать всё. Нормально, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Нормально радоваться своей целостности, что я сейчас здесь, я живой. Это нормальное чувство. В нём нет на самом деле ничего предосудительного. Если бы что-то не случилось с человеком, с другим, на противоположном конце, если бы его жизнь была хорошей, он бы тоже и не думал, что он должен за что-то винить себя, что он живёт, например. То есть как помочь себе в этой ситуации? То есть помогая себе, мы помогаем вот этому другому человеку. То есть если мы сохранны, если мы целы, если у нас есть силы на то, чтобы оказывать поддержку, да, мы её оказываем, мы можем помочь нашему ближнему, который страдает больше всего. А что поможет нам сохранить свою целостность? Фактически, да, это позволит себе унывать. Допустить, что я могу горевать. Допустить, что я могу радоваться. Значит, разрешить себе это. Допустить, что я могу злиться. Но как это сказать? Допустить, что я могу злиться. Да, я злюсь, я вот злюсь. И что мне надо с этим делать, например? Я пойду, там, побью грушу боксёрскую, я выпущу этот адреналин, потому что злость – это адреналин. И надо всё равно его куда-то реализовать, да? И вот здесь вот, например, включить физическую активность в расписании. То есть надо что-то физически делать. И если вы чувствуете очень сильное напряжение внутри себя, это реально помогает. Это опять же говорит о том, что мы спускаемся на язык нашего тела, на уровень нашего тела. Мы уходим вот от этого всемогущего контроля, там, от властвования над мыслями и умами. Мы опускаемся вниз на эту бренную, грешную землю и видим себя как человека, ощущаем себя как человека и смотрим на себя как на человека, да? И мы чувствуем вот эту злость, этот гнев. Он вот здесь, он внутри. И, да, надо избавляться от него, надо убрать его, чтобы он не разрушил нас, да? И физическая активность. Это замечательный на самом деле метод, очень простой и очень замечательный. Да? Маленькое завершенное дело с явным результатом каждый день. Это дает нам возможность контролировать. То есть как бы не безумно контролировать все вокруг, но реально видеть вот результат наших действий. То есть я не беспомощен. Я не беспомощен, у меня есть власть. Я могу помыть пол, я могу сделать пол чистым. У меня есть на это силы. Там, я не беспомощен, я могу пересадить этот чахлый умирающий цветок. Там накормить его, сделать там какие-то удобрения, и он может быть там как-то вот выкарабкается. То есть у меня есть какие-то силы. Я не букашка, которую очень легко на нее наступить, растоптать. Нет. Я вижу результат. Я совершаю действия, и я вижу результат. Общаться с единомышленниками. И здесь именно с единомышленниками. Потому что, опять же, возвращаясь, мы сталкиваемся с защитами других людей, мы можем столкнуться с агрессией других людей. И если мы еще не подготовлены, если мы еще не научились сразу же реагировать на это, не атакуя в ответ, нам будет очень тяжело взаимодействовать с этой агрессией. И поэтому именно с единомышленниками, когда вы видите, когда вы чувствуете, что ваши эмоции, ваши мысли разделяют, ну, легче становится, что вы не одиноки, что вы не одни во Вселенной, что вокруг вас есть такие же люди, которые так же сопереживают, которые думают так же, как вы, которые одобряют вас, и которых одобряете вы. Потому что это тоже взаимообмен эмоциями, он дает нам силу. Когда мы хотим подарить кому-то радость, мы делимся ей, мы тратим свою энергию. И когда человек своей реакцией на это положительной, например, он дает нам энергию, мы заряжаемся от него. Если вы здоровы, сыты, живы, вы можете принести больше пользы. Это аргумент. Если вы пойдете по пути саморазрушения, если вы позволите вине себя одолеть и загнать вот в этот суицидальный клубок мыслей, никому хорошо от этого не станет. Как говорили при коммунистической власти, нет человека, нет проблемы. Человек, который с чем-то не соглашается, он предоставляет проблему. Ну вот, в общем, сыты, живы, вы можете принести больше пользы. Хотя бы оказывая поддержку людям, которые страдают. Лучше делать что-то маленькое и реально достижимое. Это к тому, о чем я говорила до этого. Делайте то, что можете и умеете. Перекликается. С предыдущим фактором. То есть не надо покорять горы. Лучше реально делать то, что в ваших силах, чем строить какие-то там планы, которые, вероятнее всего, ну не осуществятся. Может быть, они осуществятся когда-нибудь там, через года, но не сейчас. А это вы израсходуете энергию, вы потратите нервы на это, силы потратите. А оно бесплотное, оно никуда не выльется ни во что. Метод кругов на воде. Сначала мы помогаем себе. Когда мы помогли себе, мы можем помочь окружающим. Окружающие, да, это наши родные, близкие, наши друзья, да, и там дальше до соседей можем дойти, или до дяди Васи из соседнего двора. Сейчас вы можете злиться, да, и это нормально. Ну что вы, значит, ваше слово снизоделло окружающим, пожалуйста, выходите гуманный выход. Не надо, да, выходить там, драться с кем-нибудь. Это негуманно. Агрессия рождает агрессию. От агрессии хорошего, как бы, не получается. Агрессия – это деструктивное определенное такое состояние. Сейчас и так очень много агрессии, поверьте, она концентрирована вокруг нас. А когда мы склоняемся к гуманности, мы вот этот накал ослабляем, что можно дышать, можно распутать вот этот клубок давящих эмоций внутри себя. Поэтому, пожалуйста, находите гуманный выход для злости. можно хорошенько поплакать. Замечательный, на самом деле, совет. Потому что, когда человек поплачет, у него вырабатываются эндорфины. Становится полегче. Все, что вы можете делать и делайте, это важно. Все, что вы можете делать и делайте, Помытый пол важен. Там, сказать привет другу важно. Там, сходить к родителям, я не знаю, поесть их борща, потому что они очень любят так о вас заботиться. Это тоже важно. И общаться очень важно. Когда мы одиноки, мы чувствуем беспомощность и вину больше. Но когда наши чувства разделены, они перестают быть такими концентрированными, они перестают быть такими разрушающими нас. Поэтому общаться нужно с единомышленниками. А это к третьей части, к коллективной травме. Собственно, все вот эти три темы, они все перекликаются. Нельзя сказать, что они как-то разделены между собой. На самом деле, вы, может быть, слышите, что фактически в каждом блоке я говорю практически об одном и том же. О поддержке, о сопереживании, об общении, например. И почему? Потому что мы социальные существа. Фактически. Мы социальные существа. У нас социальный мозг. Никто не думает сам по себе. Никто даже не живет сам по себе. И это действительно так. Так мы созданы вот созданы. Природа эволюционно так сложилась, что мы живем в социуме. Социум очень важен для нас. Мы создаем семьи. Мы дружим родней. Мы знаем наших троюродных братьев, например. Даже родственники, которые уехали, например, куда-то там далеко, мы все равно знаем о них, мы помним о них, мы поддерживаем связь. И мы объединяем себя с сообществом. То есть я член семьи. Я друг Васи. Там я коллега Данилы, например. Я гражданин России. Там я житель Нижегородской области. То есть мы включаем себя в общность. И это нормально, когда мы ассоциируем себя с какой-то группой. Потому что это дает нам защиту. Это дает нам чувство защиты, что мы не одиноки. Опять же, возвращаясь к вопросу одиночества, что наши беды могут быть разделены. Что необязательно справляться с бедой в одиночестве, если можно найти помощь. Грубо говоря, это детская сказка про репку. Вот она о чем? О том, что мы живем в коллективе, что нам есть у кого попросить поддержки, помощи, и что нам ее в социуме окажут, что мы можем справиться с чем-то, если мы не можем справиться с этим в одиночестве, то в коллективе мы это одолеем. Так а что такое тогда коллективная травма? Вот это очень сложная на самом деле цитата 1976 года. О чем она? о том, что мы больше не существует в результате коллективной травмы. То есть происходит раскол в обществе, удар, который нарушает узы между людьми. Вот посмотрите, рушатся семьи из-за разных взглядов на проблему, разрушается ткань нашего социального общества сейчас. Мы больше не существуем в качестве связанных между собой пары или в качестве связанных клеток в большом теле сообщества. Мы сепарированы, мы разрушены, мы каждый сам по себе, и это страшно. Это глубинно, это животно страшно. Это тот наш древний мозг, который отвечает за бессознательное. И мы чувствуем, что это страшно. То, что сейчас происходит, то, что мы не видим поддержки, то, что мы не видим одобрения, то, что мы чувствуем себя одиноки, это рождает очень много страха. Но хуже всего, то, что вот эти неотгореванные чувства, они могут передаваться следующим поколениям. И вот это вот такое социологическое наблюдение, что, например, потомки жертв Холокоста, они имеют более низкую самооценку, например, по популяции. У них больше вероятности развития тревожных расстройств. Хотя это, например, внуки, правнуки, как бы тех людей, которые пережили Холокост. У них, да, есть проблемы с самооценкой, есть проблемы с чувством вины, есть проблемы с тревогой. У них даже могут быть диагностированы клинические признаки посттравматического стрессового расстройства, хотя с самой вот этой травмой, с самим вот этим стрессом они не сталкивались. Вот. Но это в случае чего, да? Это в случае замалчивания, в случае отрицания, в случае подавления чувства вины. Также, как социологи говорят, что вот эта коллективная травма, она, с одной стороны, может стать опорой для поколений, она может передавать стратегию выживания, да, жизнестойкость, жизнеспособность, устойчивость в некотором плане. В статье приводился пример о жертвах наводнения, о том, что люди успешно справились с последствиями наводнения, что они объединились, что они смогли выстоять, что они смогли построить новое жилище. И этот положительный опыт закрепился в их потомках, и он передавался, они рассказывали друг другу, из поколения в поколение передавали эту историю, что несмотря на то, что как бы их дом был разрушен, они смогли построить новый дом. и вот это чувство, что раз мои предки смогли, то и я смогу, это определенный плюс к самооценке, это тоже составляющая нашей самооценки, и немаловажная на самом деле. А если есть какие-то вещи, о которых в семье не принято говорить, вот какой-то черный ящик, его никто никогда не открывает, но все, когда чуть-чуть касается какая-то тема, чего-то около, все сразу замолкают, и повисает напряжение, повисает чувство вины, чувство тревожности, а ребенок чувствует это, он видит, что когда речь заходит о чем-то конкретном, все вокруг меняются, взрослые меняются, они становятся более такими неуверенными, то есть есть что-то, что-то нехорошее внутри моей семьи, что-то такое, за что они испытывают вину, а дети, они же проецируют, они скопируют наши чувства, копируют наши эмоции, даже они делают это, естественно, неосознанно, и, соответственно, если взрослые за что-то себя винят, то и я должен за что-то себя винить, и это минус к самооценке, непрожитые травмы, травмы, которые ушли в бессознательное, травмы, которые отрицались, они несут негативный опыт для потомков, и поэтому очень важно сейчас не дать событиям, которые происходят вокруг вас, стать хроническими, не позволить им закрепиться внутри себя, не позволить им разрушать вас, и не позволить им передаваться дальше, дальше, да, по поколению. Значит, изучая, ну не то чтобы изучая, но составляя вот эту презентацию, я наткнулась на одного немецкого психолога, Томаса Хьюбла, вот, он представляет такую тему, как социальное свидетельствование. Очень интересная тема, она такая, на самом деле, ну, она интересная, это чисто психология, и в ней можно многое подчеркнуть, если вам, например, будет интересно, можно почитать об этом. То есть, о чем он говорит? что когда человек, там, семья, или там определенная общность, когда они понимают, что происходит внутри, внутри вот этой общности, там, внутри человека, когда человек понимает, что у него есть как положительные, так и отрицательные чувства, когда он понимает, что люди вокруг него чувствуют, когда он понимает, что именно конкретно происходит вокруг него, Он может что сделать со своим образом жизни? Он может объединить всех людей, несмотря на то, что все мы разные. Вот это сложная немножечко фраза, мне кажется, для понимания. Когда я знаю, что я чувствую. Когда я знаю, что чувствует другой человек. Когда я знаю, что он может чувствовать диаметрально противоположное. И когда я понимаю, почему он это чувствует, мне легче с этим справиться. Я понимаю, что происходит. Я могу контролировать определенным образом ситуацию. Я могу контролировать свои эмоции. То есть я могу не злиться, если я понимаю, что человек ненамеренно делает, агрессирует, если человек это делает не специально. То есть я уменьшаю боль. Причем я уменьшаю эту боль как внутри себя, так и внутри другого человека. Когда я не даю ему ответной агрессивной реакции, я не множу агрессию вокруг себя. А когда мы не множим агрессию, ее постепенно становится меньше. Она выдыхается. То есть травма не образуется. Травма не закрепляется. Боже, на самом деле я очень много хотела еще сказать, но у меня не вошло. Ну и ладно. Что-то пошло не по плану. Но возвращаясь к излечению коллективной травмы, чтобы она не закреплялась. Опять же, посмотрите, это все перекликается. То есть исцеляя себя, помогая себе, мы помогаем другим, сострадая. Сострадание может стать той точкой разрыва порочного круга безразличия и неадекватных реакций. То есть понимая, почему люди ведут себя так, а не иначе, да, я не забываю про свои ориентиры, я не забываю про то, что я чувствую. Я понимаю, почему он злится, но это не значит, что я должна злиться из-за этого же самого. У меня есть свои принципы, у меня есть свои суждения. Они могут не совпадать с мнением окружающих, тем не менее, они лично мои. Я люблю их, я их разделяю, я знаю, что есть люди, которые их разделяют. Я не одна. Выражать чувства любым безопасным способом. Когда мы вступаем в спор без начала и конца, это только тратит нашу энергию. Это не очень безопасный способ. Когда мы множим агрессию, это небезопасный способ. Включиться в ежедневные дела, то есть контролировать, опять же, то, что происходит вокруг нас. И это рождает чувство безопасности. И опять же, общаться. Единомышленники, чувство общности. То есть, да, возвращаясь немножко к началу вот этого блока, когда разрываются социальные связи, общаясь, мы их вновь соединяем. Мы излечиваем коллектив, мы излечиваем себя. И опять же, да, мы уменьшаем агрессию вокруг. Вот это очень важно. И опять мой любимый психолог Вандер Колк. Основная помощь в период психотравмирующих событий — это восстановление гуманности. Вот это очень важно, да? Всё то, о чём я говорила, фактически можно подвести вот к этому. То, что восстановить гуманность, когда она попирается всячески, да, когда люди выходят из гуманности, когда они забывают о гуманности, очень важно вернуться к этому, потому что гуманность созидательна, да, в отличие от агрессии, которая разрушительна. И в чём она заключается, да? Опять же я повторюсь в том, что мы принимаем себя, мы начинаем с себя, мы сострадаем самим себе, мы принимаем себя, мы стараемся полюбить себя, мы стараемся гуманно к себе относиться. А когда мы относимся гуманно к себе, мы переносим на других людей, мы относимся гуманно к другим людям. Мы не поддерживаем агрессию, мы не вступаем в этот порочный круг, мы его разрываем, да? Мы не рождаем травму, мы не усугубляем её, не множим, мы не можем не травмироваться. Но от того, как мы сейчас прореагируем, зависит очень многое. От того, как мы сейчас будем думать, от того, как мы сейчас будем мыслить, зависит наше дальнейшее качество жизни, зависит наш комфорт, зависит наше психическое здоровье и физическое здоровье тоже, да? Потому что неотгореванная травма, да, она становится хронической, она переходит вот в это самое посттравматическое стрессовое расстройство, о котором очень многие говорят. А что это такое? Это постоянное чувство напряжения и тревожности, это флэшбэки, это бессонница, это плохой аппетит. Или, да, это всепоглощающие чувства вины. А что человек чувствует, да? Если наказание не наступает, если он не получает вот этого расплаты, вот этой вот, да, которую он ожидает, которую он боится и ждет одновременно, он начинает сам себя наказывать, ограничивать себя в еде, ограничивать себя в сне, он себя мучает изнурительной работой, он закапывает себя фактически, да, это деструктивное, саморазрушающее поведение. А если мы сыты, живы и здоровы, да, мы можем быть полезны. В то время, если мы не сыты, живы и нездоровы, мы полезны быть не можем. Ни себе, ни нашим знакомым, ни нашим друзьям. Поэтому гуманность начинается с нас самих. И начиная с нас самих, мы можем распространять ее на окружающих. Это телефон взаимопомощи. Если вы хотите поучаствовать в группах поддержки, я могу вам дать. Ну, собственно, это список литературы. Я закончу. Если у вас есть вопросы... Да, у меня тут гигантский список того, что не вошло. О, это просто брак. Боже. А мы уложились во время? Спасибо тебе, малыш. Ага. Еще целых 45 минут, но поболтать. Да, расскажу вам. Девушка хочет вопрос задать. Я очень много говорила, что это чувство бесполочности. Я не знаю, что я ничего не могу не сделать. Все, что сейчас происходит. А если ты хочешь туда подписаться, когда ты чувствуешь, ты можешь сопричаться, что ты не можешь делать, ты не можешь делать, ты не можешь делать, ты не можешь делать. Но это вот тот самый гиперконтроль, о котором я говорила. то есть это обратная его сторона. Вы не можете на самом деле, вы не могли этого сделать. Вот сейчас вы вступаете в определенные когнитивные искажения, вы искажаете свои мысли. вы не знаете, что ждет вас в будущем. Никто из вас не знает. Как-то есть такая хорошая обработка. Да, люди, которые просто уже будут хотеть, но это предполагает, если ее взять на свете и не заглянуть. Вы реально не знаете, что может быть в будущем. Когда вы были вторую дочерь в своей жизни, вы не могли подумать, что вы сейчас учите это. Это травмирующийся, это шок, это леска, это что-то произошло. Это не то, что как иисус, когда вам каждый день говорили, что будет вот так, будет вот так, будет вот так, будет вот так, спасай гречку, спасай гречку, спасай гречку. Нет, по-моему, я говорю каждый день. Вот сейчас, в моменте произошло, все, реальность распалась, она раскололась на части. Находясь в той точке, вы не могли этого знать. Вы не можете этим управлять. Вы не знаете этого. Вы никак не могли повлиять на то, что сейчас происходит. Никак. Вы не можете над этим управлять. Вы не супермен. Очень жаль. Но, к сожалению, это так. Это очень большая работа над собой. Вот сказать легко, но понять это, это вот как привычка, ее надо вырабатывать. Каждый раз, когда вы с этим сталкиваетесь, вот с этим чувством, что «а я мог бы». Нет, бы, нет. Его нет. Нет бы. Все, нет бы. Это опыт, который вы получаете в режиме реального времени. Вот опираясь на этот опыт, вы можете как бы прогнозировать на будущее, но тогда этого опыта у вас не было. У вас не было этого опыта тогда. Вам не на что было опираться. Вот сейчас вы видите так ситуацию, как она есть, и опираясь на этот опыт, вы можете что-то сделать в будущем. Вы можете немножечко так спрогнозировать на будущее. Вы можете построить какой-то план. но тогда вы не могли этого знать. И в этом никто не виноват. Как тогда состоится противоположность в своем понижении, что я вообще ни за что не верю, я вообще ничего не зависит, я ничтожество условий, какие критерии здорового, понимание, что я не мог, и без унижения себя. И уже по этой патологии, когда я ужасный, мне дошли годы, я даже не способный. То есть как просто не вырубиться противоположность. И какие действия вы приняли, потому что не просто сказать, как мы сказали, что никто не виноват, я его все. И если это не помогает, например, человеку не успокаивает его, не приводит его в гармоничное состояние, какие конкретные действия могут не принять, потому что это хорошо случилось. Но все училось, что решили. Ну, давайте, значит, подумаем над эту тему. Как не свалиться в противоположность, что я ничтожество, что я ни на что не способен? Нет. Ну, во-первых, не ставить знак «равно». Значит, если вы не супермен, это не значит, что вы ничтожество. Если вы не можете поднять стакилограммовую гирю, это не значит, что вы ничто. Вот. Поразмышляйте над этим, потому что это тоже когнитивное искажение. То есть вы ставите знак «равно». Вы соединяйте понятия, которые не равны между собой. Если я не мог повлиять на какое-то событие, это не делает меня беспомощным. Если я не мог повлиять на событие, если я не могу сейчас повлиять глобально на какое-то событие, это не значит, что я беспомощный. У меня нет такой власти. Ну, реально, вот, если вы, не знаю, дочь президента Америки, вы, может быть, можете повлиять на это событие. У вас, может быть, есть такая власть, но, наверное, нет, к сожалению. Да, и поэтому вы не обладаете такой властью. Посмотреть на себя вот так вот немножечко со стороны, я реально, реально, что могла сделать? Ну, вот, реально оценить свои силы. Вот, посмотреть на эти силы. Вот, я сейчас, что могу сейчас сделать? Я могу, там, не знаю, шашку нагло и помчаться. А польза-то от этого какая будет? Вот, тем людям, вот, какая будет польза от этого? Никакой. Потому что они потеряют единомышленника, например. Они потеряют группу поддержки. Они потеряют человека, который их поддерживает, который им сопереживает. Это ничего хорошего для них. Ничего. Да? Но тем, что вы можете оказать группу поддержки, тем, что вы можете поддержать человека, сопереживать ему вот в этот момент, тем, что вы можете показать ему, что он не один, но это просто на самом деле гигантская вещь. Это очень много. Это намного больше, чем шашка нагола на самом деле. Потому что вы несете это знание дальше поколения. Понимаете? Мы временные люди на этой земле, да? Как бы у нас рождаются дети, и они тоже будут жить эту жизнь, да? И мы все озабочены тем, что как это скажется на нас, на наших детях, как это скажется на нас, что мы передадим нашим детям, что я сопереживал, я поддерживал, я участвовал в этом, я оказывал, я мог, я делал вот так, как мог. Я не мог полететь как Супермен на Луну и что-то сотворить глобально. Нет, я не мог, потому что я всего лишь человек. Но тем не менее я делал что-то вот здесь и сейчас. Я видел как бы пользу от своих действий, я видел результат. Позитивный ключ. Не то, что я беспомощный, что я не сделал, потому что вы не сделали, все, точка, это там осталось, за той чертой. Вот что вы можете сделать сейчас как бы и посмотреть на это реально. Не впадать в гиперконтроль, что я могу сделать сейчас. Ну, а реально себя оценить. Ну, а вы как чувствуете вот свои силы? Это ведь от вас очень зависит. Вы как чувствуете, вот я опять же говорю, вот если, например, вы дочь Джорджа Буша или кто там, я не знаю, кто это? Кто? Байден, Байден, да. Вот вы как дочь Байдена, вы на что способны? Вот какая у вас власть? Внучка. Скорее, внучка. Внучка, да. Какая у вас власть? А какая у вас власть, вот как вот у вас, как у личности? Как там, вот вы здесь сидите, какая у вас власть? Что вы можете сделать? Мы не можем влиять на других людей, ну, как бы вот напрямую. Мы не можем транслировать людям, то есть, не насильственно, что там, думай так, а не иначе, поступай так, а не иначе. мы можем отвечать за себя, вот наш круг контроля, да, наши чувства, наше тело, наши эмоции, да, и мы можем распоряжаться этим. Вот. Как вы чувствуете, где вот ваш круг контроля, как не скатиться, да, понимать, что я не могу сделать вот так, не могу физически, от меня зависят многие люди, от меня зависят мои родители, от меня зависит работодатель даже, от меня зависят мои друзья, я не могу жертвовать этими людьми, потому что они тоже важны. Они, я есть в их жизни, это коллектив мой, это моя культура, это моя общность, да, мое присутствие влияет на них опосредованно. Я ответила на ваш вопрос? да вот так мы оцениваем немножечко приподнимаемся над собой смотрим реально как мы реально что способна вот сейчас где вот кончается я могу и уже я пошел туда вот вверх уже там строю себе какие-то планы из области фантазии это посмотреть на себя со стороны приподняться немножко на собой сейчас я отвечу на ваш вопрос не забывать про свои ориентиры вот очень вот это тоже вот про круги ответственности я могу контролировать себя но я не могу контролировать их то есть я могу показать им что можно реагировать иначе я могу показать им что можно реагировать иначе что я не агрессирую что я не впадаю в крайность вот они раздраконенные такие начинают дебатировать дебатировать я говорю окей окей все успокойся давай поговорим о чем-нибудь другом я не хочу ссориться с тобой я знаю что мы здесь не сойдемся но ты мне дорог я тебя люблю я не хочу с тобой вот сейчас вот это вот все конфликт вот поднимать твои не знаю поговорим с тобой и там а борщ и вот заминать это немножечко не тогда что значит заминать когда я понимаю почему они так реагируют они боятся и вот когда я готовил опять же материал что не вошло я столкнулась с такой вещью как вот этот стокгольмский синдром например да который мы все как бы представляем что это такое но что это такое да когда жертва идентифицирует себя с агрессором когда жертве невыносимо чувствовать свою беспомощность а если она поступает как агрессор она как будто бы имеет власть она как будто бы отождествляет себя с агрессором то есть ну это как система выживания может быть это тоже немножечко сложно вот из таких вот понятий да то есть очень многие люди вот в россии на самом деле они находятся в таком вяло текущем стокгольмском синдроме они отождествляют себя с агрессором чтобы не чувствовать себя беспомощными они сплочаются вокруг сильного да а кто сильный в животном мире это тот кто самый агрессивный вот в такие моменты когда мы в травме находимся когда вот произошел вот этот культурный шок культурный разрыв мы переходим немножечко вот гуманность это налет цивилизации это наши высшие мозговые функции это то что делает нас человеком а наш древний мозг он отвечает вот за панические атаки например вот эти реакции спасайся беги вот это прячься вот это все да и вот это отождествление себя с агрессором это тоже оттуда из древних механизмов сохранение своей жизни если я примкну к самому сильному я выживу вот и очень многие люди вот находятся вот того поколения они не могут по-другому у них вот определенный склад мышления они большую часть жизни прожили вот с таким мышлением очень тяжело измениться вот так им очень тяжело признать что они неправы потому что в их понимании если они скажут что я не прав это все это крах это как равносильно смерти просто что их самооценка настолько упадет что все и можно уже не жить но это все их там кассирши пятерочки будет оскорблять и унижать ну ну я извиняюсь я не хочу оскорбить этих замечательных людей у меня есть друзья из это ну просто вот у нас почему-то ходит вот так вот что вот я приду в магазин и на меня будут тыкать все пальцем что они знают что вот я согласился признал свою вину все вокруг будут об этом знать нет это наш эгоцентризм нет никто не будет об этом знать это останется только между мной и тобой на самом деле это это механизм нашего гиперконтроля да когда мы включаем всех в нашу систему пытаемся всех контролировать нет вот а этим людям им очень тяжело с возрастом мозг становится ригидным ему тяжело переключаться им тяжело осваивать новый материал это нормально вот и когда да они начинают спорить с вами дебатировать а почему они вообще начинают спорить с вами дебатировать кто начинает вот эту как это вообще завязывается вот интересно понимать как это завязывается то есть может быть можно как-то превентивно на какой-то точке что вот сейчас вот оно начнет развиваться вот эту сторону может как сказать так ребятушки пойдемте пересаживать цветы Ну вот так вот. Мы снижаем накал. Мы не можем, ну реально, очень тяжело их переубедить, это невозможно. Бывает вот в моменте. Что мы можем сделать, снизить агрессию? Потому что все это из-за агрессии. Агрессия, да, это из-за обиды, из-за вины, да, вот из-за этих чувств уязвленного эго. Когда мы принимаем человека, когда мы поддерживаем его, когда мы не агрессируем, не давим на него, он немножко исцеляется. И когда мы показываем ему, что можно реагировать иначе, что можно поступать иначе, может быть, он тоже как-то задумается о том, что, ну действительно, не обязательно вот сразу штыки все воспринимать. Спасибо большое. Есть ли какие-то приемы или что-то, что ты сам можешь делать, что называет это чувство, что ты хочешь все и вся спасти? Вот это вот всем до снижения, что это все ответственно, что хочешь здесь помочь, что помочь, там помочь, и родителям объяснить, объяснить, что происходит с людьми или друзьями, вот это вот. Как вот от этого избавиться из-за этого приема, ну, чтобы не чувствовать себя все виноватым, все ответственно, ну, это не касается не только тем, который сейчас сам. А вообще, в принципе, когда у тебя есть этот символ, он даже супермен, я думаю, что он весь всем помогут, как молодец, очень получил, кстати, я не сильно супермен, который избавился, в принципе, что это приема, не с чем-то не чувствовать себя виноватым ведомых людей. Я вас поняла. Смотрите, вы, если мы говорим про вас, например, да, вы уж извините, если вот так вот личностно я обращусь, вы себе вот эту вот функцию вашей личности зарабатывали всю вашу жизнь. Она шла у вас из детства, из вашего, я думаю. То есть вы так росли, ну, сколько, 20 лет, наверное, точно росли. Я не знаю, я сейчас оскорбила или нет. Я не хотела. И это, люди 20 лет, мне же, кажется, молодежь. Вот, смотрите, да, вы с этим чувством росли очень долго, вы большую часть жизни с этим прожили. И вот так вот избавиться от этого, ну, нереально, невозможно. И это как бросать курить, да, то есть как вырабатывать новую привычку. Вы 21 день, каждый день ловите себя на этом и пытаетесь думать иначе. Это методическая работа. Я бы хотела, я бы очень хотела, чтобы это можно было сделать вот так. Я бы очень хотела так. Но вот, к сожалению, так не получается. Это наша привычка, да. И мы должны развить другую привычку. Мы должны научить себя жить по-другому. Научить. Учение. Это процесс, да. Это не что-то, что вот запомнил и все. Это процесс. То есть я ловлю себя на этом чувстве. А, что я сейчас пытаюсь делать? Я чего сейчас пытаюсь? Я пытаюсь взять ответственность за него, на себя? Зачем мне это надо? Вот это мне какую пользу принести? Зачем мне это надо? Я потрачу энергию. Я додумаю за человека, что он думает, что он хочет, что ему надо. А он вообще поступит по-другому. Я расстроюсь, я обижусь. У меня будет куча негатива. И это будет полезно, что ли, мне? Я как-то выиграю от этого? Нет. А если я не додумаю за этого человека? Если... Да пусть он решает все как... Тут взрослый чувак. Он сам справится. Вот. Вот у меня есть другие свои дела. Мне есть чем заняться. Я пойду порисую там, я не знаю. У меня наконец-то освободится время для того, чтобы порисовать. Вот это будет положительное, да? Когда вы каждый день методично отлавливаете себя на этом и пытаетесь думать иначе, вот это помогает. А вот это, например, проектировать, например, события, которые сейчас происходят от защитной реакции. В принципе, это два варианта. То есть, ну, защитного мозга избавиться от негативного опыта, от негативного, негативного комментария, от жилья, от негативных друзей, общества, о том, что это нормальная реакция, нормальная реакция следует за большинство, которые были на самом деле в оппозиции. Смотрите как, да? Уйдем от политики. Да, смотрите как. Вот я слышу в этом два определенных момента. Значит, это защитная реакция, отрицание в какой-то степени. Это не в какой-то степени, это защитная реакция, но какой глубины это отрицание. То есть, если мы просто игнорируем сам факт того, что что-то происходит вокруг нас, вот это плохо. Вот это в предпосылке формирования внутрисемейной коллективной травмы. Если я знаю, что происходит вокруг меня, я знаю, что я чувствую это, я понимаю, что происходит вокруг меня, и я что-то делаю, ну, например, я там сопереживаю. Даже то, что вы сопереживаете, это уже достаточно, правда. Вот. То есть, не обязательно проявлять какие-то активные действия на самом деле, но понимать, что происходит, не отрицать это, вот это как бы нормально. Мы не можем находиться вот в этой ленте нон-стоп отрицательных новостей. Это происходит. Вот сейчас эта данность. Очень много новостей. Вот. Может быть, я сейчас уйду от политики, но на социологию переключусь, да? Нас не волновало это особо, когда там что-то происходило на Ближнем Востоке. Там русского человека, грубо говоря, это не очень волновало. Там не очень волновало, когда что-то происходит в Латинской Америке. Там что-то там происходит в Латинской Америке. Но нас очень волнует то, что происходит рядом с нами. То есть конфликты происходили всегда. Вот сейчас конфликтов становится меньше, а раньше они были каждый год. И мы движемся медленно по этому пути гуманности. Мы движемся в своем ритме, в определенном. Я говорю сейчас про человечество как бы в целом, вот так вот, на земном шаре, как-то в целом стало меньше конфликтов. И поэтому конфликты были всегда. Вот важно это очень понимать. Но что я могу делать для того, чтобы их как бы не происходило дальше? Чтобы не повторить то, что происходит? Вот с этим вот как-то. То есть не обязательно скринить ленту. Понятно, что если вот оно все на каждом углу, не крича, что ура, все закончилось, все отлично, мы все живем, все классно, да? Естественно, что мы все еще продолжаем находиться в конфликте. Не обязательно ленту просматривать вот так. Понятно, что вот оно еще пока идет, что ничего хорошего пока вот как бы глобально что-то не происходит, вот улучшения каких-то глобальных. Но тем не менее понимать, что вот оно, да, так и есть, но обрести вот какой-то маленький контроль над тем, что я делаю сейчас, чтобы как бы излечить себя, излечить своих близких. Вот это важно. Все? Что, был вопрос, что не вошло в статью, в этот, в рассказ? Я не знаю, кто-нибудь хочет, или вы все уже устали? Ну, я не знаю, кто-нибудь на два часа, я дебюсер хотел с такими рамками, чтобы в день в суток плюс освободился, поэтому эти вопросы не ехали. Да, ехали. Как-то. Там можно закончить. Нет, да? А там просто уже много информации, наверное, какие-то надо. В 20 минуты, когда вы откроете. Это очень круто, я бы хотела. И сложно, да. Да, это сложно. Это сложно. Это непросто. А можно я... Будет тяжело. Конечно. А можно я... Я не очень, безусловно, нормально, но мне по 10 лет, когда, например, в этой ситуации, мне хочется... Или такого, что я там, что ответственность, я ответственность в свою жизнь, я знаю, да, я хочу жить в хорошем городе, для того же России, для того, что мне... То, что у меня слишком глобальный план, что я подумала, как я сказала, из мира фэнтези, да, но для меня это не мир фэнтези, для меня это реалистично, да, потому что вокруг меня многие люди говорят, что ой, это совершенно глобально, это совершенно тыкает, это совершенно невозможно, да, это не мир, я верю в то, что я могу. Вот я хочу, например, глобально, например, президент на своем. Ну, это же агрессивный план, или что-то здесь может быть какой-то какая-то сторона вот того, что у меня что-то не так произошло, и... Это скользкая дорожка. Ну, нет, на самом деле это может быть, то есть это опять же про то, насколько я способен, это про круги моей, как бы, моего комфорта, моей ответственности, про то, как я смотрю на себя со стороны, как я оцениваю свои силы. То есть, ну, давай будем говорить так, что там паутина, и мы плеваться не можем. Вот, то есть это из зоны фантазий. Вот, но стать президентом, ну, это реально, конечно, но почему нет? Люди становятся президентами, как бы, это не вот что там, я не знаю, облететь там небоскреб нас там вот так вот, да? То есть, вот если вот дифференциальную такую диагностику проводить. То есть... То есть, да, это то, как мы оцениваем себя. Ну, мечтать на самом деле полезно, потому что, ну, полезно это, полезно. Я понимаю, что не мечтаю, но вот смотри, вот мечтать полезно, и иногда наши мечты, они могут перейти из фазы такого, как бы, ну, просто, типа, это мечта. Я понимаю, что это мечта. Но мы начинаем эту мечту вот так вот рассматривать с разных сторон, ее немножечко вот так вот оценивать. И так вот иногда, когда мы долго об этом думаем, да, и она очень такая приятная мечта, и начинается думать, слушайте-ка, ну, а вроде бы, ну, не так уж это вроде и невозможно, ну, и вот тут вроде я что-то могу сделать, и да вот так вот я тоже как-то могу поступить, ну, это вроде бы реально, это мне вроде как-то по силам, ну, почему бы нет, я могу попробовать, да. То есть, первоначально обычно такие вещи происходят из мечты, ну, из какой-то глобальной просто мысли, что я хочу, чтобы стало лучше. Это тоже мечта. А потом мы начинаем это развивать. А как лучше? А почему лучше? А лучше это что такое, да? Когда мы занимаемся вот таким вот немножечко самоанализом, когда мы себя слушаем, когда мы разговариваем сами с собой, я сейчас говорю не про патологию, а когда мы реально ведем внутренний диалог с самим собой. И этот диалог не критикующий, а любопытствующий, когда этот диалог развернут не на то, чтобы уязвить самого себя, но помочь самому себе, когда это любознательный диалог. Вот это очень важно, потому что любознательность – это наша дающая сила человеческого организма. Мы вот такие вот, ну, все вот это создали, потому что мы любознательны. Вот. И это неплохо, да. В конечном итоге вот эти все мечты, электричество, ну, я не знаю, в 18 веке кто-нибудь думал, что будет там, например, электричество. Это же тоже родилось из мечты. Вот. Но вот здесь главное понять, что я могу сделать здесь и сейчас. Вот. Мне кажется, что я могу быть неправильно услышана. Вот, да, то, что я могу мечтать, я могу думать о том, что там я могла бы сделать. И, в принципе, это не так плохо. Но вот то, что здесь и сейчас я не могу повлиять глобально на ситуацию, то, что вот я не могу прийти в Кремль и сказать «Ша!» «Все! Я президент!» Ну, нет. Нет. Давайте будем реалистами. Все-таки нет. Вот. То есть понимать контекст, да, оценивать немножечко себя, что я могу когда-то этого достичь, если буду делать вот так, так, так и так. И принимать, что жизнь вносит свои коррективы. То есть быть достаточно гибкой под это. То есть не бояться ошибок, не бояться падений, потому что это всегда будет. Вот. Быть гибкой, да, и как бы понимать здесь и сейчас. То, что вот здесь и сейчас глобально я не могу сделать. Но теория маленьких шагов. Если я буду совершать по маленькому шашку каждый день, я куда-то приду. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok